Нагорно-Карабах 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 В правительстве Армении под председательством премьер-министра республики Никола Пашняна состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности. В ходе заседания были обсуждены оперативные ситуации на Карабахско-Азербайджанской линии соприкосновения и дальнейшие шаги армянских вооруженных сил. В Степанаке уже состояла встреча трех президентов. Второго президента Армении, первого президента Карабаха Лоберта Кочаряна, экс-президента в НКР Аркадия Букатяна и Бакоса Агяна. Детали встречи не сообщаются. Факт переброски боевиков из Сирии и Ливии для участия в военных действиях на стороне Азербайджана официально признал МИД России. По поступающим сведениям, в зону Карабахского конфликта проводится переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии и Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях. Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона. Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона, говорится в заявлении МИД России. Руководство Сирии выступило с осуждением политики Турции. «Сейчас мы можем видеть в Нагорном Карабахе, что Турция действительно разжигает конфликт, а заявление президента Эрдогана показывает, что они провоцируют этот конфликт между Азербайджаном и Арменией», заявила советница президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан. В свою очередь с адресными обвинениями в адрес Азербайджана выступил президент Франции Эммануэль Макрон. «Поскольку уже установлено, что обстрел был произведен со стороны Азербайджана, я потребовал, чтобы эта атака была прекращена и со всей ясностью осудил эти меры, которые мы рассматриваем как непропорциональные», отметил он.